В Гомеле прошло очередное несанкционированное массовое мероприятие. Колонна людей прошла по центральным улицам города. Давайте внимательно посмотрим, кто же возглавлял толпу, какое у них прошлое и куда эти лидеры в кавычках могут привести людей. Знакомьтесь, фронтмен протестующих. Гордо шел с бело-красно-белым флагом, размахивая им из стороны в сторону. Дмитрий Горелько, 19 июля 1982 года рождения, житель Гомеля. Официально безработный, неофициально дальнобойщик, работающий на польскую транспортную компанию. Почти 60 раз привлекался к административной ответственности за различные виды правонарушений, в том числе за пьянку. На акцию пришел, подогрев себя спиртным. 22 мая 2013 года совершил преступление. Из ячейки камеры хранения магазина в Гомеле похитил фотоаппарат, телефон и продукты питания. А это еще один участник акции, идущий в первых рядах. Артем Слесаренко, 18 мая 1995 года рождения. Житель Гомеля не работает и не учится. 1 декабря 2013 года из хулиганских побуждений поредил автомобиль на проспекте Ленина в Гомеле. 27 января 2014 года по предварительному сговору из квартиры по улице Щерской областного центра похитил ноутбук, фотоаппарат и другое имущество. Арест сроком на 6 месяцев. Среди митингующих затесался и житель города Добруша. А вот его богатая жизненная история. Дмитрий Корнеев, 5 июня 1995 года рождения. Не работает и не учится. 14 октября 2010 года проник дом в деревню Борщевка Добрушского района, откуда похитил продукты питания. Один год лишения свободы. 6 февраля 2013 года неправомерно завладел пластиковой картой, с которой снял крупную сумму денег. Два года лишения свободы. 23 сентября 2013 года ночью, находясь в жилом доме в деревне Задвинье Добрушского района, похитил электропогреватель и 700 тысяч рублей. Два года и два месяца лишения свободы. 19 мая 2016 года в Гомеле на улице Книжная пытался похитить велосипед, но был задержан работником охраны во время перепиливания троса, которым велосипед был прикреплен к стойке велопарковки. Три месяца ареста. 5 июня 2016 года ночью похитил планшет из машины в Добруша. Один год, три месяца лишения свободы. 14 декабря 2017 года из автомобиля в Гомеле похитил автомагнетулу, кошелек и документы. Два года ограничения свободы. Следующий участник из России имеет ответ на жительство Республики Беларусь. Никита Аниськов. 3 января 1999 года рождения. Не работает и не учится. 8 апреля 2014 года в Гомеле путем свободного доступа похитил фотоаппарат. 18 июля 2016 года совместно с подельником угнали автомобиль и подожгли его с целью сокрытия сведор преступления. Два года лишения свободы. 18 июля 2018 года выслан в Российскую Федерацию с запретом въезда до 16 апреля 2019 года. 12 июля 2020 года в полночь тайно похитил находящиеся из сумки гомельчанки сотовый телефон и деньги. Материал уголовного дела передан в прокуратуру для направления в суд. А этот экземпляр в тельняшке явно метил название представителя всего ВДВ. Крепкие парни-десантники должны присмотреться к нему поближе и запомнить его внешность. Мало того, что он не имеет никакого отношения ко всеми уважаемым десантникам, так и вообще не служил в армии. Алексей Шугаев. 2 июня 1999 года рождения. Не работает и не учится. 25 февраля 2019 года судом Советского района города Гомеля постановлен обвинительный приговор по части 1 статьи 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уклонение от мероприятия призыва на срочную службу. Перед шествием успел выпить и не один раз. Как видим, заводаторы толпы сплошь безработные, с богатым криминальным прошлым. Им совершенно безразлична судьба нашей страны. Им интересен только хаос, беззаконие и бездумное шатание по улицам. Куда они покажут, туда остальные и пойдут. Вот только дорога в их светлое будущее выслана правонарушениями и преступлениями. Субтитры создавал DimaTorzok